Система администрирования Дефолтный элитный долбоёб, который реально думает, что он может кому-то доставить проблемы в онлайн игре. Но единственная его проблема в том, что он реально так думает. Обычно у меня ещё в роликах появляются такие ребята, которые не совсем уж и хотели нарушать. Возможно, это получилось очень случайно, и они в целом адекватные люди, но не в этом ролике. Все, кто попадётся в этом видео вам в роли нарушителя, все они конченые, сплошь и рядом, долбоёбы до единого. Я не утрирую, нисколько не преувеличиваю. Все, на кого я показываю сегодня в этом ролике пальцем, это конченые люди, которые играют максимум на бандитах. К остальным игрокам претензий не имею, ребята, вы зайки, всех был рад видеть, если даже кто-то меня узнал. Залей отсюда. Давай, залей отсюда. Давай по-хорошему. Давай, давай, давай. Так, ну ладно, я бы кружеску. Здорово. Ты филар пашни. Филар пашни. Схоя ли я долбоёба должен бояться, который не знает, как пистолетом пользоваться? В смысле не знаю. Ча, ты отвлечу. За что отвлечу? Не знаю, дальше. Ча, у тебя филар пашни. У тебя вообще-то... У тебя вообще-то армит РП и фрикав. Не знаю. Где твоя профа, аджинистратор? Я могу летать в РП-профе. А можно не мешать, пожалуйста, пока я просто с человеком разговариваю, объясняю его нарушение? Короче, бледота, которая не умеет играть ни на каких профах, кроме как на бандите, ты получаешь за армит РП, а также за фрикав на наказание. Хорошо. Хорошо. Так задел, что ли, тебя челик из интернета? Серьёзно? Так было бы похуй, ты б завалил ебальник уже давно, так что пиздуй отсюда. Давай, ещё три часа команду, блядь. Ебло это, блядь. Нахун мне звонит, блядь. Где же три часа? Ты же говорил, три часа минимум. Чё, долбоёб? Нахун ты мне звонишь? Как минимум. Зачем ты мне звонишь? Потому что, что, долбоёб, ты сказал, минимум три часа, двадцать минут нет. Ну, если бы ты начал просто без разбора всех заковывать, то да, три часа, а так у тебя двадцать минут. Чё, придурок, совсем? Не, ну ты конч, просто. Зачем ты мне звонишь? Ты мне хочешь вот это сказать? Ты ради этого звонок делаешь? Ты серьёзно? Да, да. Тебя настолько задел, ты обиделся? XS Squad это типа карлики там какие-то или что это? Алло, здорово. Здорово, кто говорит? Алло. Это, короче, ну я говорю сейчас в нон-рп-зоне, но на спавне. Перевожу дословно. И мне постоянно названивать какие-то мошенники долбоёбы. Причём, когда ты им прямо говоришь о том, что они вот нарушают, сейчас вот на волоске от того, чтобы не улететь в бан, им вообще похуй. Им просто похуй. Для них правил как будто не существуют. Им просто нужна донат-валюта. И чё? Ты сейчас можешь говорить? Слушай, можно купить у тебя админку или кредиты? Кого? ВИПку или кредиты можно купить? Я чё, похож на того, кто продаёт это всё? Ну, вообще-то да, тут есть такие. А я тут при чём? Ты не знаешь, кому ты звонишь? Ну смотри, ты просто донал создатель, много таких людей, которые дают вип и кредиты Ну ладно, много кто дает, а я даю не кредиты, а пизды Почувствуйте разницу Повторшайки просили, что-то дадим, дал, блядь, долбан нахуй Здорово, меня гантели ебанули, можешь мне, пожалуйста, голову почесать? Я тебя люблю, солнышко мое ненаглядное Храни тебя, Господь, солнце Ну, понимаю А за что ты их убил? Ай, я являюсь полицейским, они убили человека А ты что делаешь? Что? Что делаешь? Зачем ты убил их? Два человека убили, тоже человека Плюс они напали И дальше что? А ты их зачем убил? Блядь, напали на меня люди, что дальше? Ты же сам на них напал Они предоставляли угрозу Я видел, как они убили человека Я оставил их кольцом к стене А, нет, подожди У тебя будет, получается У тебя будет два фрикела По 10 минут каждый 80 минут ты посидишь Объясняю на пальцах, почему он НРП Ассасин не занимается защитой кого-то Или же что-то такое Он убивает людей исключительно по заказу Исключение также самооборона И, в принципе, все Ну а фрикел, потому что у него не было заказа на убийство вот этих двух госов Даже какими бы они пидорасами не были, те два челика У него все равно нет причин объективных, чтобы влезать в какую-то драку Пошел нашу, блядь, влодсетчат Сейчас 20 сединах, блядь, отдыхай Нон-РП, блядь, каким-то ты образом, блядь, решил из себя сделать защитника Че, совсем пизданутый Кстати, я не понимаю, почему они минималку выдают Ой, перелож Места хватит всем Ну а где она? Стоять Заходим в комнату раз Заходим в комнату два Че, совсем, что ли? У него, во-первых, армит РБ Он заранее бежал ко мне с оружием, которое он уже достал и держал в руках А так делать нельзя Тем более в таком людном месте, как подъезд возле дверей Возможно, там кто-то сидит за дверью и наблюдает за всем этим Если вы мне не верите, то почитайте правила этого сервака Там черным по белому написано, что конкретно бежать куда-то постоянно вооруженным нельзя Нужно только для конкретной цели доставать оружие в предназначенном для этого месте и имея нормальную причину Но есть такой очень классный момент У меня уже до этого момента появилась катана Это донатное оружие, для которого отключается ФРРП Я немного позже узнал от администрации, что если ты достаешь внезапно катану То ФРРП отключается и ты можешь делать всё, что угодно, но в пределах правила ПГ Заходи в комнату 4, заходи в комнату 5 Так ты оружие достал и так вообще с ним Окей, окей Ну и что? И что? И что? Ну дальше что? Блядь, он ебанутый, ну сука, ему уже 300 раз сказали Ты придурка, блядь, кусок Что за долбоёб? Не, ну ты как, придурок? Тебе несколько раз сказано, что ты в людном месте достал оружие Или тебе непонятно Вызывай меня ничего, господи Чё вызывать, мина, я тебе сейчас наказание выдам, да и всё А я ни на кого и не жаловался Нахуй мне жаловаться, если я могу так просто наказать Я тебя просто степнул, чтобы объяснить, в чём ты не прав был Да, да, удачи тебе Я не дописываю ему в срок какой-то там фрикил и всё такое Потому что я сам на это подписался Я достал оружие и дал ему уже зелёный свет на то, чтобы стрелять по мне У меня была лишь одна претензия к тому, что он бегает в людном месте, постоянно вооружённый Что запрещено правилам этого же сервера Всё, не более Долбоёба, кусок мелкого Сука, да блядь, как вы нахуй рождаетесь, блядь, где, откуда? Толик, дай випку, пожалуйста, по-драцки Какой випку? Чё, ёбнуто, куда ты звонишь? Чё, ёбнуто, куда ты звонишь? Встаньте к стене Он меня догоняет Я просто, прям, кайфану Он меня всё украл Сейчас не остановишься, я тебе ноги нахуй отрублю, долбоёб Надо мне... Это твои... это твои наркотики? Не-не-не, я просто у коробок нашёл Я вижу, как ты у коробок нашёл Если кто-то не понял, то прислушайтесь Здесь он уже пытается развязать человека, которого заковал полицейский Вообще, ему похеру на то, что тут стоит полицейский, который проводит задержание Он просто подошёл и пытается расковать его Шо, это чё делаешь? Зачем ты его спустя Это не я Я нашёл, я нашлык Я за дэна голосовал Ты не нашёл, ты поешь Почему ты не стал мэром? Это твои наркотики, Вер Зачем ты его выпускаешь? Толик, нахуя 2 часа наху, убил Ты не выёбывайся. Бан. Зачем ты его не пускаешь? Ты знаешь, может быть этот донат создать, может быть, знать даже больше, чем ты. Всё, можешь его дальше заковывать, тебе никто не помешает. Вот вы спросите, тут же минималку дают всем по 10 минут. Толик, можешь сесть на проб? Я тебе кое-что объясню. Ладно, давай так. Смотри, ты человека забанил за НОНРП. Не пускай же, где у него НОНРП появилось. Стен на крыше, я так понимаю. Кого именно? Ну, дед, дед, дед. Ты его за что забанил? Дед, дед, дед. Он подходит, непонятно зачем, в тупую пытается развязать человека уже 2 или 3 раза. Ему говорит, полицейский не делает этого, он всё равно это делает. Ну, ему оружием не угрожали. Я так понимаю, ты ютубер, тебе сделать ничего нельзя. А что ты мне за это сделать хочешь? Или хотел бы? Я... нет. Ну, хотя бы, это вообще на варнете. На варнете они то, что я контролирую тем самым РПВ. процесс, человека пытаются задержать, он мешает намеренно, непонятно зачем. Ну, не знаю, это не нарушение. Знакомьтесь, это кончеглот на донатной администрации. И таким образом, этой же фразой, это не нарушение, он будет дефать абсолютно всех, на кого у меня будет или же жалоба, или же вопрос, или же претензия. В большинстве в своем, я не знаю, почему так сложилось, но те ребята, на которых я жалуюсь, это его сокланы. Немного потом, он со своими долбоебами друзьями со своего же клана прочухает то, что я, оказывается, снимаю видео, и было бы неплохо в нем засветиться, постоянно мне мешая, убивая меня, и всячески нарушая правила, а потом, когда я подаю жалобу, говорить, что это не нарушение, и просто закрывать ЖБ. Ну, это нарушение правил НРП. Ситуация, в которой игрок не отыгрывает свою роль, с каких пор террорист бегает, защищает каких товарщиков, метод полицейский. У него вроде бы другие цели. Но ты прочитай еще раз правила НРП, и возможно, тебе станет больше понятно об этом. Я тебе объясняю, террорист себя, в принципе, так не ведет. Не верю. Что такое, еще раз? Ну, так, что я... Я дальше иду играть, или мне еще стоять ждать чего-то? Можешь идти играть. Ну, сейчас, вот, быстрее. Ну, в принципе, можешь идти играть. Когда ты, вместо человека повыше, я вам тебе объясню. А что повыше, ты не можешь разобраться и понять, в чем тут НРП? Нет, но я тебе говорю, что тут нарушение правил, соей стороны, человека забанил, ни за что. В смысле, ни за что? Ты мне не веришь, проверишь его составу. Я тебе объясню, что я забанил его за нарушение. Ты не видишь нарушение, это твои проблемы. Значит, админь побольше. Ну, вот. Хорошо, типа. Ты всерьез из-за того, что ты не можешь понять, нарушение это или нет, на меня жалобу подаешь? Я на тебя жалобу не подавал. Я увидел у тебя нарушение, с моей точки зрения. Ну, и ты побежал стучать какому-то администратору выше. Я не стучал. Ты мне не веришь, мне не сорвала. Сейчас ты отмечаешь рук состав, если тут нет нарушений, то ты можешь дальше идти играть. Я тебя, в принципе, сейчас не держу, я понимаю, что ты ролик. По факту ты уже настучал, потому что ты не можешь разобраться в ситуации. В смысле? Я могу разобраться. Я знаю, что ютуберам ведется на космос. Она к тебе перебиваешься. Сука, он реально не видит нарушения в том, что террорист бегает защищать каких-то людей, непонятно от кого. Он тупой, он, блядь, не понимает. Серьезно, как он... Да спонсор, это ж типа донатный или что? Что он от меня хочет, тоже этим самым добивается. Я, ну, реально... Я не понимаю, что он хочет от меня. Ага, я его с Аклана еще забанил, понимаете, да. Да, он, видимо, поэтому так вспылил. Как мне сказали, человеку говорили, чтобы он не развязывал. Ну, абсолютно на это было пофигу, и он продолжал развязывать. Знакомьтесь, это Боря. Это чуть ли не единственный адекватный администратор, который попался мне на этом серваке. Предупреждая, я говорю, опять же, не за весь наборный или же донатный состав, а только за тех людей, которых мне посчастливилось встретить. Ну, так и было. Ну, а оружие у него было? Ну, в общем, с того, там, как бы, госслужащий проводит обыск. Ну, что? Как это отменяет факт того, что тут фиррер-пэ? Ну, я говорю, на форум пиши. Я не собираюсь жалобу писать, я просто хотел у него спросить, что он забанил. Я думал, он вообще забанил человека за то, что он мгшел. Типа говорит, что у тебя досоздатель, и все. Это первая попытка легенды спихнуть все на дебилы и начать играть дурачка. Мол, это вообще, я думал, он по другой жалобе, там, по другой причине забанил человека. Ну, мы-то сами понимаем, насчет чего он хотел точно узнать. Чего? На будущее так не телепортируйте меня больше, потому что вы у меня даже не спросили, вдруг у меня жалобало. Да ты и так тут был, вдруг жалобало. Я знаю, что я тут был. Ну, так и что дальше, какие-то претензии. Тем более, ты людям не сказал, за что они получают бан. Ты просто взял, мы вообще их забаним. Да нахуй мне им говорите, если они дебилы, сами не знают правил. Все, спасибо, Боря. Все, Боря раскидал, короче. Быстрее, быстрее, иди сюда. Да, да, да. Что? Что? Короче, тут какой-то, наверное, с донат создателями, у него 2... 2,38 часов. Короче, от меня там что-то... Подожди, да, я... Майк. Да. Да, дай мне 100 кредов. Подарей 100 кредов. Знаешь как? У тебя сколько у тебя? А, у него 2 ляма, офигенно просто. Если, по-вашему, нормально подойти просто так, во время диалога, в людном месте у человека, чекером кошелька посмотреть, сколько у него денег, который, в принципе, предназначен для того, чтобы людей обыскивать во время ограбления, то у меня для вас плохие новости. Я хотел было уже ему дать наказание за фричек, или же фрисерч, или же за нон-рп, но тут его забрал его же соклановец. И чтобы я не выдал ему максимальный срок, он выдал ему минималку. Покрывательство на уровне. Ну, потому что он только купил, да, создатель, ему дали 2 ляма. Слышишь, чувак? А, да, 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 да. Ты меня слышишь? А, ты как узнал, сколько у меня в кармане денег? Ты меня сейчас обыскал? Ой-ой-ой. Ты кто такой? Давай, гуляй. Ты что, обыскивать решил? Ой-ой-ой. А, что случилось, молодой лень? Ты обыскал меня? Каким образом ты узнал, сколько у меня денег? Иди, иди, иди. Да, я... И... Что случилось, давай, легенд, говори. Мы, этот, разберемся. Она уже не увидела, сейчас сам наказаним. Что случилось? Ага, ага. Так, что случилось, молодой лень? Жалоба, загадайся. А какого хуя ты меня таскаешь? То есть мне, человека, который прямо причастен к этой ситуации, находиться на жалобе и разборке запрещено. А левому залетному хую, который решил, то что ему можно таскать людей физганом, без особой на то причины, и летать по жалобам, и мешать своим присутствиям, это делать можно, потому что они все с одного клана. Это явное нарушение правил администрации, которое также предписано в правилах сервака, но за это ему никто ничего не сделал. Иди, уйди, 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 уйди. Ну я просто постою, и все. Уйди с жалобой. Короче, я тебя вообще не спрашивал. Он был за, но он... Не, я про то, что послушаю, он сказал, что он потерял его точку зрения. Я не буду тебя слушать, ты не администратор. пересматривая этот материал несколько раз я вообще в кубическом аху из того как он разбирает жалобы любая хуйня за которую не возьмется он идет сразу к админам постарше зачем ты вообще работаешь администратором и принимаешь жалобы и пытаешься помогать якобы игрокам если ты при первые же сложности пишешь старшим администратором не ты конечно понимаю случаи когда замешана очень много игроков и ты не поймешь кто из них прав а кто виноват и ты идешь обращаешься к администратором постарше или же в беседу администрации спрашиваешь у всех но в этом случае это просто пиздец что-то Тогда, когда я наказал челика за нон-рп, он не понял там нон-рп или же не нон-рп, потом начал играть на дурачка, что здесь, где явно нарушение либо нон-рп, либо фричека. Единственная цель, которую он преследовал во время всего этого, это выдать наименьший срок человеку, который с его клана. Все, не более. Его больше не интересовало. Это написано фрисерч, это обыск. Ну, не знаю, на что обыск. На оружие или на кошелек обыскать. Так что, сейчас, три секунды. Эд нон-рп. Долбоеба, два мелких. Банг, получать, а тебе банна, а действительно, что не нонга. И-ы-ы-ы. Сосат. Так, как тебе сказано было не один раз уйти жалобы, ты уйти можешь отсюда. Легенда, ты ты банн ему давай. Он летает за тобой. Ну, так и ты тоже летаешь, почему-то только одному мне предъяву кидают. Кто еще про админобус мне будет говорить? Ну, ты меня какого-то хера таскаешь еще, кто тебе вообще позволял. А-а-а, я понял. Сука. Это, блядь, понимаете, что это за прикол? Это челек не захотел, чтобы я выдавал ему наказание, потому что я выдам ему максималку. Он дал ему минимум, блядь. Он покрывает его, нахуй. Просто пиздец, я в ахуе. Вот так вот ребята на админках и сидят, имейте ввиду. Дальше я захожу уже снова на этот сервак, спустя небольшой промежуток времени. В этот момент они уже знают, кто и что здесь снимает. И они решают просто намеренно мешать мне, нарушая правила, якобы обходя их так, чтобы нарушения не было. Они затимились, один из них взял себе профессию собаки. Угадайте, с какого она клана? Думаю, тут ответ самый простой. Для чего? Для того, чтобы меня просто так дамажить и убивать. Правильно. Оказывается, здесь можно брать профессию собаки и устраивать ДМ. Ну, при условии того, что ты подпишешь себе в слэш-джоп бешеная собака. Фас, он обзывает нас. Фас. Не включай, дурачка. Дай его. Только на дешевле реалисту. Че тут собака? Какой собак вообще? Нахуй меня убили вообще? Да, ребят, я нисколько не прикалываюсь. Если здесь у вас таким образом прописана профессия собаки, то вы можете делать абсолютно все, что угодно. Причем, по факту, если это бешеная собака, то она не должна бегать с кем-то, а тем более с каким-то человеком, и тем более его слушать. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что же скажет на это администратор, который примет мою ЖБ. Слушай. Меня чел за собаку убил просто так. А где тут нарушение? Фрикил. Причина общества неясна. Ну, ты же понимаешь, что у собаки нет ума. Я не вижу этого в исключениях фрикила. Ну почему? Много чего не написано. И в нон-рп тоже много чего не написано. Я туда сейчас выдаю ему сам фрикил. Ну, это будет нарушение. А нарушение где прописано? Смотри, давайте объясним. Написано нон-рп, ну тоже не нарушение. Так, ну в нон-рп тоже не прописано. Если спрыгнуть с крыши, ну это нон-рп. Знаешь, ну за это банясь, как нон-рп. Много чего в правилх не прописано, но это нарушение. Моя проблема, если чел берет, нарушает правила фрикил, которая не предписывает какое-либо исключение профессии собаки. Это не нарушение. У собаки нет ума, и она не... Чем это предписано? Это умыц. Это не предписано ничем, это лично, что собака не может... Кто тебя убил? Ты помнишь, не знаю, может ты логи уже чекал? Ладно, я посмотрю сейчас. Да, я уже чекал логи. Фризерд. Я говорю, это не нарушение, то, что собака убила. Давай, если ты хочешь, спросим у кого-нибудь боли. Ну, я не вижу исключения этой профессии. Ты не видишь. Хорошо, ты считаешь это нарушением. Ну, тут смотри, тут уже реально админ прав, потому что, ну, собака это бездомная. Поправочка. Боря в этот момент не в курсе, то, что собака была далеко не бездомная и далеко не прирученная. Собака бездомная. Бездомные собаки, я не думаю, что они прям будут приручены и никого кусать не будут. Да нет, почему? Он не одиночно бегал? Не, ну смотри, это плюсом у него была кастомная профаль, бешеная собака. Насколько я помню. Тут, да, тут нету нарушений. Вот, колик. Ну, то, что они опять продолжают бегать за тобой, как бы, ну, я как раз к этому веду. Я уже скоро буду принимать меры. Они же намерно бегают в тиме, все постоянно одинаковые. Ты ни к чему не ведешь, ты кинул жалобу за фрекил. Я не говорю сейчас с тобой. Ты сейчас степнулся, начал опять его выгораживать. Как рулить? КВ выгораживал, я сказал все правильно. Ну, ты выгораживаешь его. Ты говоришь, что собаке нельзя, в принципе, нарушить фрекил. Она может делать по факту что угодно. Я говорю, этого в правилах не предпочитаю. Боля, собаке можно нарушить фрекил? Все, я понял. Собаке можно нарушить правила фрекил? Любая собака, хоть даже дома, она может озвереть, еще что-то сделать. Но может напасть на человека. Бля, да она с вами бегает постоянно. Вы все вместе бегаете одной тимой, вы меня заебываете. Ты что, серьезно сейчас? Я? Не, ну ты дебила включаешь, может, правда? Без этого я, не я. Не, типа, я бегаю уже минут 20, если они меня заехали. Я не знаю, что он дебила включает. Ты сам знаешь, как ты бегаешь за ютубером. Я? Ты из-за дрыды постоянно бегаешь, из-за ним бегаешь. Не бегал, я за дрыды никогда. Ты самоутверждаешься как-то так или что? Жалоба закрыта, правильно? Да, я подаю сейчас ее, дальше Боря будет принимать и разбирать, потому что мне заебало. Да, удачные игры. Ну, я тебя тут оставляю, да, правильно? Боря будет разбирать. Да, я вас отпускаю. Типа, а что это за хуйня? Ну, смотри, как по правилам, то есть у собаки, в принципе, нету таких правил. Ну, смотри. То есть собака может быть как бешеная, так и домашняя. Боря, я понимаю, но... ...профессия хоть. Правила-то, фрекил, оно для всех одинаковое. Тут не предписаны всякие исключения. Есть исключения, знакомые друг с другом по РП игроки. Ну, окей. Остальных исключений нету. Если исходя из этого исключения судить, то это фрекил. То есть, руксостав говорит, что, получается, нету у собаки такого правила. Ну, так, легенд руксостав, какого хуя он там что-то как-то корректирует так, чтобы у него чел, его знакомый, не улетал? Не, любая собака может стать, ну, то есть, и начать бить людей. Ты понимаешь, что они вместе бегают? Он не отдельно из ниоткуда подбежал. Я бы понял, что это, если был бы... Я бы понял, если бы это был какой-то левый игрок, там левая собака. А так они все вместе бегают постоянно. Потому что это заебало уже. Играют час, и... Вот эта вот хуня, она продолжается без остановки. То они берут челика, убивают при мне, который знакомого их хотел обыскать. Специально он отбегает в переулок в Оземерии. И с переулка хуярит по улице. То они начинают бегать, 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 бегать без остановки. То они берут какого-то чела со своего клана на профу собаки, чтобы он меня бегал ебашил. Да, я это все видел. Я одному уже давал предупреждение, ты видел. Но ты ему как раз и давал предупреждение. Но пока нет разрешения. Дальше, чтобы не быть голословным, если вам всего этого недостаточно, я оставлю несколько фрагментов того, как они себя реально ведут, когда играют на бандитах. Стоять! Я тебя съем! Чел хорошим. Чел хорошим. Насклик. Чел хорошим. Насклик. Чего? Что? Что это за рэм? Чел хорошим. Я тебя съем! Какое рэм? Чел хорошим. Чел хорошим. Короче, пацаны. Пацаны, кого хавы убивайте. Кого хавы убивайте. Кого хавы убивайте. Уйти, уйти, уйти. Лучше, посмотри. Постояни. Лучше, лучше. Я думаю, тут комментарии излишни. Он знал, кому надо было подходить, чтобы кого-то убили. Лучше, лучше, лучше. За шоу, наверное, ходила. Лучше, лучше. Лучше, лучше. Лучше, лучше. Отрезали ногу. Очень патент. Не можешь вотэпнуть на голову? Да. Джибана? Знаешь, кто такой Тенни Макронь? Ты знаешь, кто такой Тенни Макронь? Все, забирайте. У него там по времени должно было РП закончиться. Да там нет никакого РП. Там нет никакого РП. Привет. Эй, Джибанит. Так, прием. Джибан, бань, 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 бань. Его мама приезда. Все, я его выбрал. Была такая ситуация, когда... Я бы хотел... Да, да, хорошо. Так, смотри, Джибанин, смотри. Была такая ситуация, когда мы стояли вот в том месте, и там какой-то чел писал в общий чат, что пришел какой-то известный гамбитвиц или что-то вроде того. Помехи разборка. На, говори. Так вот, какой-то пацан писал в ООЦ, что пришел какой-то на серию новый гамбитвиц. Не новый, это известный гамбитвиц. Мы зашли туда, этот известный гамбитвиц под ником Хаги-Ваги, он нам отправил запрос. Мы пришли туда, и вдруг увидели то, что... Видели то, что тут огромная кучка людей прям, ну супер огромная. И в итоге ты достаешь пистолеты, и расстреливаешь тупо всех. Чел пороги. Мисклик. Ну почти всех. Там еще каких-то своих кентов оставляешь? Не всех, я убил только полицейских. Ты каких-то кентов оставляешь и говоришь, чтобы он тебе бабки отдал. Ну, того, кого связали. А потом, вместо того, чтобы просить у него бабки, ты его относишь куда-то. И так проходит абсолютно каждая жалоба, если кто-то из них участвует в разборке. Кто-то еще из клана прибегает, даже человека 3-4 точно, и начинает каждый мешать, отставляя свои 5 копеек или же издавая какие-то звуки. Там, блядь, реально не клан, а зоопарк. А почему хаги-ваги вы... У кого-то из вас было оружие, у полицейского было оружие, пистолет, по-моему. Мы вам не угрожали. Я как-то скажу, пожалуйста, что вы приводите. Ну, стояли полицейские с оружием, это что, по-вот убивать нас, что ли? Ну, вы стояли с оружием, во-первых, и у нас как бы, в принципе, был человек в заложниках, можно сказать. Типа в заложниках. Мы просто его ограбили так. Так там кучка людей была. Тем более, ты еще свидетеля оставил. Там были мои друзья еще. Ребята, вы уже чуете подвох насчет свидетеля? Вы уже догадываетесь, кто это? Да, это был я. Я там присутствовал абсолютно все время. Я ничего не делал, потому что я наблюдал это. Первое. А второе, потому что полицейский это мой подписчик, который участвовал во всех этих рпшках. Он же подал жалобу, он же говорит, что там был свидетель. И он прав. Свидетель это я. За две тычки скотаны всех раскидывать было бы, ну, очень неинтересно. Весь бы план просто бы канул в пизду. Я хотел добиться конкретно админских разборок, чтобы вся их ебучая вонючая кодла пришла на жалобу и начала выгораживать своего друга, тем самым нарушая правила помехи жалобы. То, что бандит, на которого подали жалобу, отлетит за свое нарушение, это и так понятно, но если одного откинуть, будет не так интересно. Надо, чтобы пришли все и все получили пизды. Причем одной из целей было то, чтобы пришел как раз таки тот администратор, который их всех выгораживал и закрывал глаза на их нарушения, и чтобы он после всего этого или же в процессе жалобы улетел за помеху разборкам. Ну, ты свидетеля оставил еще одного. Какого именно? Свидетелей можно оставлять? Говорю, свидетелей оставлять можно. А что, он свидетелей оставил? Да, свидетеля. Ну, ничто. Если он чего-то там не сопротивляется, никакой причем угонит. Хладно я не буду делить на тот министратор весь нашел. Короче, ты разбираешь мою жалобу, ты видишь какие-то нарушения? Если хочешь, если ты хочешь увидеть картину, в принципе целую картину, мы можем отправиться в дискорд. Я тебе могу полностью выдемонстрацию. Смотри, заходи в 1-1. Захожу на 1-1. Схажал обоименно у тебя. Ой, да блин, наверное, на РП и РДМ. Потому что чувак какую-то хренью начал страдать. На самом деле, смотри. И я еще раз пересказываю. Вот этот, короче, вкратце, вот этот пацан, куда? Да, вот на этого жалуюсь. Заходи в 3 на 3, в 3 на 3. Он перестрелял всех людей, вот в одном заведении. Ну, почти всех людей там, двух оставил еще буквально. Ради одного человека, которого он связал. И при этом оставил еще одного свидетеля. Да не ты, сейчас я пересмотрю. Это было в том домике? Да, именно в том домике. Так я тоже свидетелю считаю. Свидетели на жалобе не считаются. Я Бармалеич. Ты мешаешь проводить. Можете мне так в тюрьму? А я друид. Не причастен к раздругу ее рассылан. А, не, подожди, я сейчас по-другому сделаю. Он столько времени мешает и не уходит. Давай, давай, давай. Один. Два. Другой, там мужик вот с этим ником. Если он вернул, конечно, то он не вернул. Вот это свидетель, если что. А, что? Давай, давай, давай. Кошел, кошел, кошел. Они всех перебили, кроме этого свидетеля. Они его просто выгнали оттуда. И ушли вместе с ним куда-то. Там уже тупо весь процесс обрывается. Мы его отдали. Ну смотри, они челиков перехуярили тонну и больше. Я остался свидетелем всего этого. Абсолютно спокойно. Так что нам делать, получается? Ну, чел свидетеля несколько раз постоянно оставлял. Я свидетелем был всего того, что они ебашили просто так, типов. Они поставят келл-зону, ебашат кого-то постоянно. Получается, бам. Тут вообще, по сути, не о келл-зоне речь. Тут просто представь ситуацию, то, что есть один такой известный, не знаю, в виде по этому, вангай, бля, лололошка. Тут найдется один такой его конченый фанат, который прям просто фанатеет. Она к нему вот тут придет. Нет, это я на умир привожу. Я понял. Вот, и в итоге подойдет к импеталбайта, все будет происходить сейчас на месте. Он просто всех перестреляет ради этого ютуба, чтобы к нему, ну, тупо не приставали. Типа это его человек. Алло, откинешь админ или чем? Я думаю, что если мне предоставят демонстрацию прадов, то дам. Хочу это зооо, конечно. Хочу это зооо, конечно. Хочу это зооо, конечно. Один на один заходить. Бля, он вообще не об этом, блядь, что он делает. Окей. Не отобой мести окончательный твердит. Не отобой мести. Не отобой мести. Блядь, в этой жалобе смешно абсолютно все. Этот ебучий зоопарк, который постоянно ходит вокруг этой жалобы. Этот не одупляющий ничего, что происходит в мире администратор, которому нужно вымести вердикт. Это не администратор, блядь, это уборщик форменный. Блядь, подойди сюда. Смотри. Получается за РДМ ты получаешь? Веник, блядь, и совок, нахуй. Простите, не удержался. РДМ, я РДМ увидел в руку. Ты начал там всех тупо расстрелять. Ну ладно, например, фрикелы. А подождите, это только постарше не могут сделать. Вот, например, Владимир. Окей, хорошо. Сколько там выдаешь? Пожалуй, один день выдам, более человечка. Туда ехать. Все, готово. Все. Ребята, закрываю жалобу. Спасибо. Приятной вам игры на сервере. Стой, 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 стой. Те, кто мне респект дают, тех я глажу. Все, давай. А ты, как вам никого не скажешь? Как вам никого не скажешь? Что за хуйня, реально? Нет, блядь. Я впервые вижу такого, один на три. Я вау. Я реально впервые вижу такого. Зато, блядь, погладили тебя. Даже на бебре таких людей не видел. Ну ладно. Зато тебя погладили. Да. Ты меня тоже гладил, я помню. Аминь. Спасибо огромное. Сладкий мальчик. А можно меня погладить? Итак, казалось бы, логичная концовка для такого ролика. Ребята наказаны. Те, кто понял свои ошибки, перестал мне надоедать. А те, кто не понял, они улетели в бан. Но у меня накопился еще бонусный материал, где бандиты из того же самого клана, а также остальные школа-бандиты получают по заслугам. Еще хотелось бы подметить, что в следующих фрагментах, которые вы посмотрите, я не нарушу ни одного правила. Я раз... Ой, бля, боюсь. О, чернелёк. Нахуй пошел, блядь, лицом к стене. Раз, сука, как я хорошо просто с лекерем. Сейчас же видишь. Хотя нет, проходи. Слой, блядь. Еще претензии есть? Нет. Сука. Что ты делаешь? Хватит. А кто ты? Что ты не делаешь? Твоя причина не делать этого. Я. А кто ты такой? Можешь узнать? Твоя причина не делать этого. А что будет, если я продолжу? Что будет, если я продолжу? Хуже. Будет. Ой, блядь. Да ебаный в рот. Ну, сука, оно вам надо. О, сука, оно вам надо. Охуенно просто, блядь. Ты, сука, в обе не отрежешься? Зачем ты окно сломал? Я бутарь. Я бутарь. Я бутарь. Я бутарь. Я бутарь. Я бутарь. Бунтуй на том свете. Человек говорит, что вы его убили за то, что он разбил вам окно. Без защиты своей собственности. Ну вы ж не будете вовремя на жизнь убивать за то, что человек разбил вам окно. Я ж не знаю, что у него в голове. Может он ко мне залезет с оружием и захочет меня ограбить. Он намеренно стоял, хуярил по моим пропам, по окну. Вон там перегородка на окне. Он стоял специально. Ее лупил. Вот. И типа, что ты теперь мне сделаешь с таким намеком? Потому что до этого я у него спрашивал, что он делает. Он лупил лавочку. Я говорю, ну не делай. Я его предупредил, типа, я отрублю тебе нахуй ноги. Его это не смутило, а он продолжил дальше меня провоцировать. Провокация дошла до того, что я достал оружие и реально отрубил его. Вы меня угрозили, что многие пряжутся. Это максимум, что я мог вам сделать. Но меня не волнует. Я тебя до этого один раз предупредил, когда это вообще не касалось моей собственности, а просто ты стоял без какой-либо причины монтировкой херачил по лавочке. Я один раз сказал, когда ты начал трогать мою собственность, а именно проб, которым я закрыл окно, от таких вот как ты, которые окна ломают и лезут сюда. Потом ты разбил окно. Вот после этого я только начал действовать. У тебя, в принципе, был выбор меня не трогать. Ты решил меня вот таким образом спровоцировать и я репоженой плоды. Не, ну все логично. В Америке и пожестче делают. В Америке он бы, в принципе, уже ЖБ не мог бы подать, потому что у него бы наху рук не было. Ну как бы да. Цена, типа да. Я думал, там чисто просто окно, типа разбил, а так оказывается. Типа вы еще до этого, типа его задал, бывали много раз. Ну да, побежал на него с катаной, он достал в ответ оружие арбалет. Думается, это я приму. Но если бы мне какой-нибудь дед угрожал, я бы, наверное, тоже окно разбил. А тебе не какой-то дед угрожал, тебе просто челы угрожали и все. Ну он тебя просто предупредил. Не надо так делать и все. Я сказал то, что будет хуже. Будет хуже. Чем недоволен? Ну так вы мне угрожали. Я вам за это и окно сломал. Ну если ты хочешь что-то мне за это сделать, заказывай меня у киллера. Или же называй на меня в полицию. Тут уже, как бы, жалобы типа нету, считаешь? Если хочешь что-то сделать конкретно мне без киллера, то нанимай банду и делай что-то. Ну, пытайся хотя бы. А не в соло лезь и провоцируй чела. Играешь на летном бандите, у тебя лапы зайца, у тебя нет денег. Да ну не поверь в жизни. Блять, да у вас пол клана таких вот сука очень невинных. Вы творите хуйню бегаете, потом удивляетесь, что он прилетает. Мне это хоть не чеши, пожалуйста. Кого не возьми, не по пальцам пересчитай. Пальцев на руках, ногах не хватит, чтобы перечислить всех ебанутых, которых я, например, за сегодня встречал. И ты не исключение, кстати говоря. Я в одном из них, я в числе. Ты не исключение, я тебе как раз об этом говорю. Что ты дальше хочешь? Я в списке. Что ты хочешь дальше? Ну вот, разбираемся пока. Насчет чего? Тебе сказали уже все логично, то что я сделал. Нарушения я не слышу, не вижу. Теперь ждем его ответа один, вот получается. Все, он тебе сказал, нарушения нету. Я могу идти? Да. Все, спасибо. Попущен нахуй. Меси глину, дебилки, блядь, ебаный. Дед ремикс еще из эфира РП улетел. Так и надо ему нахуй. Пусть все горит, пусть все горит, пусть все горит.